Ты когда-нибудь видел, как птицы летят над Москвой? Друзья, всем большой привет! Меня зовут Маша Кольцова, и в этом видео я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне неоднократно задаете и задавали, продолжайте задавать, для того, чтобы вы меня узнали еще лучше. Поехали! Раньше это была достаточно скованная, закрытая одежда, а тут Маша снимается для Максим, откровенные сцены в клипах, как ты перечла этот барьер. Насчет скованности, я вообще с детства такой достаточно закрытой, была всегда ребенок в каком-то своем мире, и мне было всегда сложно в каких-то компаниях, то есть я вообще по природе своей интроверт, но в силу своей профессии мне приходится иногда на время становиться экстравертом. И быть в центре внимания, и уметь на себе его еще и удерживать. Я себя приняла, я себя полюбила и избавилась от ряда некоторых комплексов, которые во мне жили. Рано или поздно это должно было произойти, и даже сейчас я смотрю свои какие-то предыдущие старые интервью, и я вижу, что я просто непробиваема. Я настолько закрыта, прям вот так вот в каком-то коконе себе так придумала, что вот я такая, ходить так я должна быть закрытой, должна быть очень-очень скромной, и эта скромность, она мне мешала очень сильно. Как я перешла этот барьер? Я понимала, да, что я связала свою жизнь с музыкой, я артист, и если я буду все время себе ставить какие-то барьеры, вот здесь я не могу, здесь там, вот простите, тут я стесняюсь, ну тогда какой я артист? Ты должен делать, ну в принципе все уметь делать на съемочной площадке, когда включаются камеры, свет, мотор. А сейчас все гораздо проще и легче. На съемках, допустим, Максим, было очень весело, я бегала по площадке, смеялась, и мне даже спросили, а это первая, Маша, твоя съемка, вот в таком достаточно откровенном виде? Я говорю, да, это первая моя съемка, съемочная площадка, были удивлены, если честно, потому что они тоже знали, что это моя первая съемка, и волновались очень сильно, вот как вот меня раскрепостить. Да, вот, кстати, я вам покажу, чтобы не быть голословной. Февральский номер Максим вышел со мной, здесь у меня интервью, и два больших разворота. Если честно, то я не считаю это каким-то зазорным, потому что я вообще за любое проявление красоты, будь это музыка, будь это фотография, любое другое искусство. Я никогда не буду делать то, что не идет в согласии с моим внутренним чем-то. Я, вы знаете, пишу песни, я пишу музыку, я пишу слова. Мне очень вдохновляет творчество, мне вдохновляет творчество чужое, не то, чтобы я делала плагиат, нет, не поймите меня неправильно. Я, например, могу посмотреть какой-то фильм и написать песню, так было с фильмом Кира Найтли и Адам Левин, по-моему, он назывался хоть раз в жизни. И я написала песню «Ты когда-нибудь слышал, как песни звучат под луной, под луной? Ты когда-нибудь видел, как птицы летят над Москвой?» В общем, песня называется «ТКНВ». Ее, кстати, в ютубе можно у меня посмотреть, в акустике она у меня исполнена. Эта песня была написана после просмотра фильма, допустим. Песня, медитация была написана во время моего путешествия. Я ездила в Индию, я жила там во шраме, занималась духовными практиками, медитациями и так далее. В минуты, не в минуты, а в дни молчания, мы молчали несколько дней, мне пришли вот эти строчки. Потом я уже приехала в Москву и сделала аранжировку, записала там вокал, родился припев, вот такая песня. Когда меня осенило, почему я захотела стать артистом, почему я захотела на сцену? Мне было лет 7, наверное, или 6, и соседка позвала меня посмотреть танец, который они приготовили со своими одноклассницами, там, на какой-то школьный вечер. Я помню, это была песня Филиппа Киркорова «Viva la vida», ну, неважно, в общем, это была эта песня. И у них был такой танец, они так танцевали, какие-то там мостики сделали, какие-то там сальто, что-то такое было красивое. И у меня внутри настолько все разгорелось, думаю, ну, нифига себе, как круто! Ну, то есть у меня там смешалось куча каких-то чувств, там, не знаю, зависть, наверное, даже была среди них, и какое-то такое удивление, и восторг, и все вместе. Я думаю, нифига, я тоже хочу, ну, в смысле, не то, что танцевать так же, а вот, ну, просто хочу тоже такое же впечатление производить на людей. И, в принципе, это то, чем я занимаюсь, я, ну, я вижу отдачу, я вижу, как люди вдохновляются, поэтому, там, что вы мне не писали, там, у тебя хороший голос, у тебя красивые песни, это все дико приятное, большое спасибо, но когда мне люди пишут, что ты меня смотивировала, ты меня вдохновила на что-то там еще, вот как я в свое время в детстве вдохновилась, это просто ни с чем не сравнимое удовольствие, это и есть цель, вот, моя. Песня «24 на 7», как многие думают, она не посвящена расставанию, моим там, предыдущим отношениям, как многие мне пишут и прям доказывают мне это, ребят, я лучше знаю, про кого я пишу в своей песне. Эта песня была написана мной в момент, когда в мою жизнь пришли изменения. Ты привык, там, просыпаться во столько, завтракать таким-то, дальше, там, идти туда-то, а потом врываются в твою жизнь эти самые изменения, и ты просто вообще меняешь в своей жизни все. Появился в моей жизни человек, который меня поменял. Не бойтесь резких кардинальных изменений в вашей жизни, вот, и всегда обращайте на них внимание, потому что, возможно, если бы я тогда не заметила этого человека, я бы так же рутинно бы жила, и была бы так же скована, и не сидела бы сейчас, не писала это видео, рассказывая вам о том, как я раскрылась, и как я изменилась, и сколько всего нового произошло в моей жизни. Замечайте таких людей, и если люди хотят с вами общаться, не отвергайте их, вы никогда не знаете, что может принести человек, любой человек в вашу жизнь, и кем он может в итоге в этой вашей жизни быть. Я жила в городе Архангельск. Я выступала в клубах, в различных заведениях, корпоративы, свадьбы, городские мероприятия. Тогда только-только появился ВКонтакте социальная сеть. Я сразу же там, конечно же, зарегистрировалась, загрузила туда там всевозможные свои какие-то демки, которые на то время у меня уже были тогда записаны на студии, какие-то фотографии. То есть я постоянно вела параллельно работе, то, на что я живу, социальную свою сеть. Переехав в Москву, то же самое у меня было. Работа и социальные сети, работа и социальные сети. Я никогда, никогда на них не забивала, что, собственно, вы можете видеть у меня там и YouTube, и ВКонтакте, и Instagram, и всё что угодно. Я писала песни, выкладывала, писала кавера, выкладывала, фотографировалась, выкладывала. Ну, то есть я собирала свою публику. В какой-то момент меня начали узнавать люди постепенно из шоу-бизнеса, какие-то продюсеры, там, артисты. Мне было очень много разных предложений. Я что-то пробовала, что-то начинала, куда-то даже не прикасалась и не пробовала. Вы должны понять, что если вы что-то регулярно делаете, там, в социальных сетях вы показываете себя, вы пишете какие-то видео, там, выкладываете своё творчество, вас по-любому заметят. Очень многие думают и пишут мне, там, Маша, вот, а почему ты не пойдёшь участвовать в проект такой-то? Почему ты не пойдёшь, там, к такому-то продюсеру, к такому продюсеру? Лично мой, вот, опыт, сколько я вижу, абсолютно не значит ничего наличие какого-то известного большого продюсера. Точно так же эти продюсеры замечательные, я их уважаю, обожаю. У них есть артисты, с которыми просто ничего не происходит. Они у них просто вот находятся на втором плане, скажем так, по сравнению с их основными проектами. Вот, точно так же большие какие-то конкурсы, да, и проекты, они точно так же не дают тебе гарантии, что ты прославишься, ты станешь звездой. Пока у вас нет своего материала, я не знаю вообще, зачем идти на какие-то большие громкие проекты. Для того, чтобы вас показали сезон, там, да, окей, месяц-два, и всё, и потом про вас забыли, намного лучше, мне кажется, просто копить свой материал, писать песни, выкладывать их там или не выкладывать, я не знаю, конечно, лучше выкладывать. Я понимаю, да, всё это незнание, я бы, наверное, тоже, если бы жила до сих пор в своём городе и не знала бы как раз-таки вот этих подводных камней, я бы рассуждала так же, что вот, тебе надо такому-то продюсеру, тебе надо на этот проект, и всё, и твоя судьба просто удалась. Посмотрите, сотни примеров, когда ребята талантливые и крутые попадают на проект, и потом их просто не видно, не слышно. Поэтому мой совет — копите материал свой. Что меня сподвигло? Ну, конечно же, я понимала, что рано или поздно мне придётся оттуда уехать, потому что развивать свою карьеру где-либо, ну, живя в России, и не в Москве, и не в Питере, ну, не в Москве, наверное, это бесполезно. Ну, это моё мнение, и, ну, если бы я жила до сих пор в Архангельске, вряд ли бы вы меня знали. Поэтому я понимала, что я оттуда всё равно уеду. Меня благословил мой педагог, замечательный по вокалу, Валерий Платонович Малишава. Он мне прямо так и сказал, ты можешь ехать, и я вообще считаю, что чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше, чтобы не застрять здесь надолго, потому что это реально такая тема, рутина. У тебя всё хорошо, у тебя как бы есть деньги, ты работаешь, у тебя есть где жить, тебе тепло, тебе есть что там есть, надевать, выступать. Тебя любит город, тебя там публикуют в журналах местных, ты поймёшь там на всех самых злачных вечеринках города. В принципе, а зачем уезжать? Вот, это всё очень засасывает. Но я не побоялась, я понимала, что мне придётся в Москве это всё делать с нуля, и никто меня здесь не ждёт, никто меня здесь вообще не знает. Но когда-то нужно было это начинать, я очень всё грамотно продумала, как мне кажется, потому что я же вам уже сказала, что я на ты была с интернетом и видела всегда в нём большую силу. Я рассылала свои резюме, фотографии, там небольшой текст о себе и демки, чтобы было слышно, как я пою, находясь в Архангельске. Я рассылала их по различным заведениям Москвы. Тут мне пишет один караоке-клуб, который находится в самом центре Москвы. Думаю, всё, вот это я крутая буду, буду работать в самом центре. Я проработала полгода. Ночная работа, она сказалась в то время на моей внешности, вот, и на моём даже слухе немного. Но всё равно это самое первое, бесценное. Самое главное — это начать. Знаете, как я всегда говорю, несложно помыть посуду. А что такого? Ты стоишь, просто намыливаешь губку и оттираешь там эти тарелки. Но сама мысль о том, что, блин, надо помыть посуду. Или мусор вынести несложно. Блин, надо вынести мусор. Вот это надо — это самое сложное. Поэтому как только я приехала в Москву, и я понимала, что я уже не еду назад, нет, всё, я остаюсь здесь. И как только я вот начала здесь всё делать, работать, выступать, потому что там из этого караоке-клуба, в котором я пела, постепенно вот так вот начались ещё какие-то подработки. Меня стали узнавать люди, музыканты, интернет, которым я продолжала заниматься. Всё это так вот плавненько-плавненько-плавненько взращивалось, и как-то я даже не заметила, как прошло 9 лет уже, как я в Москве. С тех пор, как я начала заниматься действительно тем, чем я хочу, а не делать уроки в школе или в академии, то, что надо, я стала давать себе такую возможность принимать это состояние. Потому что я знаю точно, что даже если я переборю себя и буду что-то делать, если, опять же, это не что-то срочное и важное, когда у тебя там дедлайн, ну и всё, у тебя нет выбора, тебе нужно это сделать. А если просто вот, ну, ты можешь себе позволить что-то отложить, вот лучшее по мне отложить и перетерпеть это состояние. Это даже сюда не только относится лень, сюда же относится и там какие-то, ну, упадок сил, какая-то, может быть, такая апатия, плохое настроение. Я никогда себе не иду, там, не знаю, в магазин с шоколадками, там, его поднимать. Пусть будет. Если оно пришло, значит, оно нужно. Что-то там посидеть, пересмыслить, в себе покопаться, писать что-то в свой дневник. Я сторонник того, чтобы не бороться, в общем, с этим, а принимать это состояние, и оно обязательно уходит. И зато потом вдохновение так накрывает. Я очень много пишу, и у меня очень много материала, который, ну, просто не умещается весь во мне. Я могу написать песню, которая, допустим, на данный момент взрослее, чем я. И зачем мне ждать, там, несколько лет, пока я, там, до нее дорасту? Я лучше кому-нибудь продам, а потом напишу еще одну. То же самое мне бывает, что я напишу что-то легкое, которое, ну, мне вот оно как-то уже не очень. Поэтому я тоже эти песни продаю. Я не говорю, что я продаю какой-то шлак, и я как от сердца отрываю все свои песни. И это правда, и каждый раз, когда я слышу их в чужом, там, исполнении, у меня так вот кошки скребут на сердце. Но, с одной стороны, да, мне жалко, потому что это мои дети. А с другой стороны, я очень рада, что эти песни, вместо того, чтобы лежать в столе, их любят, их слушают, и это прекрасно. Продавать себе песни мне несложно, и часто ко мне обращаются сами. Певица Самира, очень известная на Кавказе, и она мне просто как-то раз написала «Маша, здравствуйте, вот у вас есть песня «Моя музыка». Вы наверняка видели, у меня на канале есть это видео, где я только что написала песню, и только что ее спела, и только что ее выложила. Вот, я сказала «Самира, я вас обожаю, вы такая крутая, но я не могу продать вам эту песню, простите, пожалуйста, вот у меня есть другая песня». Итак, я ей продала песню «Мой брюнет», потом я ей продала песню «Южная кровь». Недавно вот я тоже продала песни, три песни Виктории Дейнека «Скучаю, скучаю», которая у нее, кстати, вышла, слушайте, если еще не слышали. Я не скажу, что я прям какой-то дилер песенный. Да, у меня действительно очень много песен на продажу, и об этом знают там знакомые из шоу-бизнеса, которые, в принципе, знают, что да, у меня можно купить песню. Но я себя не позиционирую, что вот, я выложила песню, продаю, значит, аукцион. И, кстати, как вам такая идея, если бы я, допустим, выкладывала песни, написала, что да, это песня на продажу, может быть, из вас есть желающие купить. Не знаю, как вам такая идея? Я прям вспомнила детство и свои стены, заклеенные плакатами и постерами, которые я коллекционировала и собирала. Я вспомнила свои фотоальбомы, в которые я вкладывала очень аккуратно. Не дай бог, что-то собьется. Наклейки, календарист, Бритни Спирс, Наталья Рейра. Я, помимо моей творческой основной деятельности, что я пишу свои песни, я их пою, мне очень нравится писать кавера. Она очень супер популярная, она не очень популярная. Мне просто нравится делать это. Я снимаю видео не потому, что это модно, а потому, что мне нравится. Я вполне понимаю, что я как человек, пишущий автор, мне, ну, в принципе, не обязательно это делать. Но мне просто это очень нравится, и я очень люблю иногда в Инстаграме или там в Ютюбе. Вы можете это посмотреть на моем канале, встать к микрофону и спеть любую песню. И выложить это в интернет и посмотреть на реакцию людей. Но я думаю, что это вполне может засчитаться за мое такое хобби. Я, наверное, могу это также вести к своим хобби и увлечениям, хотя это, опять же, часть моей профессии. Это влоги. Я обожаю просто писать влоги, ходить с камерой, потом приходить домой, все это дело монтировать, соединять с музыкой, накладывать там какие-то треки, свои минусовки, монтировать свою речь, иногда не связанную. Еще одним своим увлечением я могу назвать макияж. Мне очень интересна вся эта тема. Знаете, бывают люди, которые видят человека и хотят его переодеть. Так вот, я вижу, когда человека, я сразу вижу, что ему подойдет, какие брови ему вот не надо прям носить, какие ему не подходят тени, какая ему не подходит помада, там, контур губ. И очень часто я своим подругам открыто говорю, слушай, нет, а вот тебе пойдет вот так или вот так. Вот, кто-то прислушивается, кто-то обижается, но те, кто прислушивается, всегда остаются довольны. В общем, друзья, я надеюсь, что вам понравились мои ответы на вопросы, они вас удовлетворили, вам было интересно. Спасибо вам огромное за просмотр, за то, что вы вообще со мной, вы меня смотрите и слушаете. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы видите меня впервые и еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии любые. С вами была Маша Кольцова, до новых встреч, оставайтесь со мной.